Давайте начнём семинар сегодня. Юрий Александрович нам расскажет про исследование КНО скейлингов протон-протонов взаимодействий при энергии от 0,9 до 13F на результатах эксперимента ATLUS. И, как просил докладчик, короткие вопросы для понимания того, что он излагает, можно задавать по ходу, а более сложные и дискуссию давайте проведём после его доклада. Пожалуйста, Юрий Александрович. Если будут вопросы, конечно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я представлю результаты исследования КНО скейлинга на результатах, которые опубликованы ATLUS коллаборацией для энергии от 0,9 до 13F по исследованию множественных распределений событий. Доклад приурочен к 50-летию статьи по КНО скейлингу. Вот данная статья Коба Нельсон Олесен и, соответственно, подводит… То есть данной статьёй мы выходим в ту область энергии, где энергии достигнуто 13F, что впервые представляется миру. Значит, идея КНО скейлинга заключается в том, что и представлена на рисунке, что множественные распределения, то есть вероятность распределения частиц в зависимости от множественности левый рисунок при нормировке горизонтальной оси на среднюю множественность, то есть сжатие горизонтальной оси и растяжение вертикальной оси, опять же, на среднюю множественность приводит к единой кривой, которая должна, по идее автор, описывать распределение частиц в зависимости от множественности для мягких процессов. – Юр, вот у меня вопрос, извините, у меня вопрос по ходу. Средняя множественность, она вычисляется или ведётся из эксперимента? Она вычисляется, да? – Она вычисляется в эксперименте, будет показана в виде таблицы и графика. – Я не понял, вычисляется в эксперименте как это? Это экспериментальные данные или… – Вычисляется на основе экспериментальных данных. – Понятно, всё. – То есть это некое число, сейчас я покажу. – Спасибо. – Значит, пожалуйста, данная формула должна выполняться при энергии, стремящемся к бесконечности, поэтому одним из вопросов, на который мы попытаемся дать ответ, является 13 этой такой энергии, то есть достигли ли мы асимптотики. – Дан доклад лежит в ряде наших докладов по исследованию множественных распределений. – Юра, извини, Юра, а это средняя множественность при каждой энергии вычисляется? – При каждой энергии, да. – При каждой энергии, всё, спасибо. – Значит, в рамках исследования следующей диаграммы для мягких процессов или иначе называемых минимум-байс процессов, где мы берём за основу распределения вероятности частиц, вероятности событий в зависимости от множественности образованных в них частиц, и изучаем кайнот-скейлинг. Диаграммы, отвечающие данному процессу, представленные в верхнем ряду, это не дифракционные, вы видите, сингл и дабл дифракцион. Сингл и дабл дифракция, дифракшн, дают множественность, не превышающие десяти, и поэтому они важны только для очень малых значений множественности. В анализе мы будем использовать следующее распределение. Это распределение числа треков, числа частиц в зависимости от ита, а также вероятность распределения числа событий в зависимости от множественности и среднюю множественность в зависимости от множественности. Распределение по расчету средней множественности представлено на данном рисунке. Это ответ на вопрос Геннадия Ивановича. То есть по вертикали дана средняя множественность в зависимости от горизонтальной шкалы, это псевдобыстроты. Для энергии от 0,9 до 13 и для двух вариантов минимального поперечного импульса частицы – 100 МФ и более жесткие 500 МФ. Результаты ФИИТа представлены в правой таблице. Ошибка, которая дана в результатах, это суммарная квадратичная ошибка систематических и статистических погрешностей в измерениях, представленных на левом рисунке. Величина КНО X, КНО Scale, то есть шкала горизонтальная, определяется как множественность, деленная на величину средней множественности, взятой из таблицы, представленной на данном рисунке. Возможно, другое определение данной величины, средней Z, где использовались данные, полученные в ЛАС-коллаборации, для средней множественности в центральном интервале при ИТа меньше 0,2. Они представлены на данном рисунке. И затем умноженное на всю величину интервала, равное 5. Эти результаты использовались нами для нормировки горизонтальной шкалы, для правильного сравнения результатов параметров базейнштейн-корреляций для 13ТФ и двух ПТ-мин, то есть двух случаев ПТ, для каждой частицы больше 100 и больше 500 МЭФ. Это первое такое правильное сравнение. Переходим к распределению событий в зависимости от частичных частиц. Перед вами результаты, полученные в CMS и ALIS-коллаборации. Для данных распределений вероятностных, для трех, даже для пяти интервалов по псевдобыстроте абсолютной. 0,5, 1, 1, 1, 2, 4. Причем первые три – это ALIS-коллаборации, два – это CMS-коллаборации. И трех энергий – 0,9, 2, 36 и 7 ТЭФ. Такое сравнение не является правильным, поскольку шкала множественности зависит от энергии. Мы впервые покажем, каким образом делать правильное сравнение на примере АТО. Данные результаты были описаны в рамках кваргленной модели, представленной на правом рисунке. В этой модели, это известная модель, разработанная Кайдаловым и коллегами, и основанная на грибах регион теории, инэластик взаимодействия описывается как обмен померонами, то есть это цилиндрический цилиндр померонов, который разряжается, много померонный обмен, а также диаграммы, которые описывают сингл-фракшн и дабл-фракшн. Атлас-коллаборация измерила зависимости, то есть вероятность распределения числа событий от множественности для 13 ТЭФ в двух случаях ПТ больше 5 ТЭФ и больше 100 МЭФ, и также 0,9,7 и 8 ТЭФ также для двух случаев. Дополнительно было измерено в узком диапазоне по множественности для 2,36 ТЭФ. Результаты сравнения в шкале Z, то есть нормированной на среднюю множественность, представлены здесь. Эта шкала не зависит от энергии от кинематической области, которая была измерена. Для удобства сравнения дано отношение распределения для разной энергии к распределению при 13 ТЭФ. При 13 ТЭФ, так как бинирование различное, при 13 ТЭФ была использована интерполяция, представленная здесь серой кривой и серой полосой ошибок. Внизу представлено отношение всех измеренных распределений к 13 ТЭФному распределению. Это распределение характеризуется следующими особенностями. Максимальное значение при увеличении энергии движется в область лево, влево, для малых Z. Проявляется плечо для больших энергий, проявляется плечо после заметного максимума. Имеется некая точка пересечения Z, в данном случае 3 и 3 примерно, характерная для всех энергий. И хвост при больших множественностях, он растет при увеличении энергии, как видно здесь. На правом рисунке мы представляем данное распределение для очень больших энергий, от 7, 8 и 13 ТЭФ. Юрий, извините, извините, у меня по левому рисунку. Вы сказали, что нет зависимости от энергии. А как понять вот этот выброс? Сказал это. Еще раз, еще раз. Это не КНО распределение. Это распределение вероятности от Z. То есть мы изменили только горизонтальную ось, нормировали на среднюю множественность. Вертикальную ось мы не меняли. В КНО скейлинге меняются обе оси. Ясно. Поэтому данный рисунок показывает нам, как правильным образом сравнить распределение, полученное для разных энергий. Понятно. Спасибо. КНО я перейду позже. Разница между распределением, значит, 7 и 8, находится очень близко. Результаты для 7 и 8 находятся близко и отличаются примерно на 20% от 13 ТЭЛов. Такие же распределения, но для ПТ больше 500 МЭФ, то есть более жесткие события, приведены на данных рисунках. Они характеризуются теми же особенностями, как и предыдущие. Но точка передвинулась на 4,3, пересечение всех кривых. Распределение для 2,36 измерено в малом диапазоне и показано здесь вот таким образом. Значит, разница примерно та же. Это 20% между 8 ТЭЛовами и 7 и 13 ТЭЛовами. Переходим к КНО скейлингу. КНО скейлинг при энергиях на Большом Адронном коллайдере исследовался в трех статьях. Две статьи АЛИС-коллаборации, одна СМС. Первая статья АЛИС-коллаборации показывает отношение распределения КНО кривых. То есть в данном случае вертикальная шкала также растянута на среднее значение множественности, в то время как горизонтальная шкала сжата на среднем значении множественности до энергии 2,36-0,9. На нижней панели показано отношение 0,9-2,36. В рамках тех ошибок, которые... И все это сделано для центральной области по псевдобыстроте меньше 0,5. В рамках тех ошибок, которые были представлены в измерениях, видно совпадение, то есть выполнение как бы КНО скейлинга. Следующая статья данной коллаборации, представленная на данном слайде номер 18, результаты представлены для центральной области меньше 0,5, меньше единицы и меньше 1,5 по модулю ИТА. Отношение берется к минимальной энергии, к 0,9. И если сравнивать данную правая верхняя картинка с предыдущим, то видно, что нет совпадения, уже нет выполнения КНО скейлинга. То есть вторая статья противоречит первой. И можно сказать, что это несовпадение примерно на одном и том же уровне в зависимости от ИТА, в максимум несовпадение примерно 50%. Для больших энергий больше несовпадение. Это значит, что КНО скейлинг нарушается при уменьшении энергии. Задача же КНО показать астетическое поведение, то есть отношение необходимо делать к максимальной энергии, что мы и будем делать. Результаты для CMS коллаборации представлены на двух рисунках. Для полной ИТА области CMS коллаборации и для центральной 0,5. Сравнение идет между данными 7ТФ и 9ТФ. На глаз видно, что для полной области является полное несовпадение двух кривых, то есть нарушение КНО скейлинга, что согласуется с предыдущими данными CMS коллаборации. В центральной области трудно сказать о степени нарушения этого скейлинга, так как не приведено отношение. По точкам можно говорить о неком согласии. Наши данные представлены на данном слайде, номер 20, для ПТ больше 100 МЭФ. В данном случае обе шкалы отнормированы на среднюю множественность, то есть Z-шкала сжата, а шкала вероятностей распределения событий от множественности расширена на среднюю множественность. В результате мы наблюдаем следующее факты, что те же самые, что максимум движется в область меньших значений, наблюдается плеч в больших множественностях, точка пересечения смещается в область, равная 2Z, это для 13Т в примерно 60 треков, и хвост распределения растет с ростом энергии. На левой кривой мы можем сопоставить результаты для 8Т, это синие квадратики, отнормированные на 13Т. Для 13Т та же аппроксимация сделана, как и в предыдущем случае. Все ошибки являются суммарными ошибками, то есть квадратичная сумма с систематической и статистической ошибки, и в отношениях они, конечно, еще и суммируются для двух энергий, которые используются. Мы видим, что есть тенденция, к Каеновскому эллигу, при больших множественностях, при множественных больше двух, тут немножко и меньше, можно сказать, но с уверенностью, данные для 8Т совпадают с данными для 13Т в рамках погрешности, как вы видите. Для множественных меньше, они отличаются максимумом, то есть распределение плюс 8%, но если брать в среднем, это примерно 5%. Область малых значений характеризуется насыщением дифракционных событий, для которых Каеновскейлинг может иметь другой характер. Поэтому здесь отношения, разница больше, минус 15%, но мы должны понимать, что это не чисто, но не дифракционные события, а с примесью дифракции. Для случая ПТ больше 500 МЭФ, ситуация, более жестких процессов, ситуация улучшается, улучшается на наш взгляд, и она заключается в том, что, как вы видите, с левого рисунка для больших множеств, для больших Z происходит совпадение 8Т результатов с 13Т результатами, то есть выполняется Каеновскейлинг, а для области малых значений, примерно 0,5, максимальное отклонение, это 5%, но если учитывать ошибки, можно говорить о согласии, хотя есть и статистическое отклонение, незначительное, область малых множественностей до 0,2, она характеризуется наличием дифракционных процессов, и, следовательно, тут имеется фон, который мы не в состоянии убрать, поэтому мы говорим, мы делаем вывод о наличии тенденции к сохранению Каеновскейлинга для отношения 8-13Т. Результаты для 8 и 7Т, как вы видите, и здесь, и в предыдущем случае, находятся в рамках погрешности между собой, то есть фактически неразличимы в нашем случае. Данные результаты были описаны в рамках кварглеонной модели, струнной модели, результаты этого описания представлены на данных рисунках. К сожалению, авторы не предоставили таблицу с их предсказанием для 14Т, и, соответственно, мы не можем впрямую провести данное сравнение. Результаты объясняются. У меня вопрос по ходу, а вот автор вот этого подхода в струнной модели, это кто там? Это Кайдалов с коллегами. Ну, Кайдалов-то нет уже. Это старый? Это, ну, он является автором, ну, то есть он разработал модель, а автор... Это старый расчет. Нет, это расчет примерно... Это расчет 16-го года. Ну, авторов... Сейчас я могу, конечно, посмотреть авторов, если... Ну, не важно, ладно, потом. Ну, то есть авторы молодые, ну, достаточно молодые, то есть они моложе вас, Денадий Иванович, в этом смысле. Я с ними связывался, просил у них дать результаты в виде таблицы, чтобы сравниться. К сожалению, таблица отсутствует, поэтому мы вынуждены вот таким образом сравниться. Других предсказаний мы пока не нашли, но вот достаточно этого предсказания. Объяснение формы кривой дано на правом рисунке, где многопомеронный обмен объясняет вот ту форму, которую мы наблюдаем слева. Соответственно, выполняются все условия, условия, которые мы видели в экспериментальных данных, а именно при больших множественных имеется рост хвоста, при больших энергиях рост хвоста, то есть при больших множественных имеется рост хвоста при увеличении энергии. Точка перегиба соответствует по авторам 2 и 3, что несколько выше, чем в экспериментальных данных. также пик смещается в области малых значений при увеличении энергии, и также более четко выделяется плечо при увеличении энергии. Других предсказаний для 14-ти ТЭФ или для 13-ти ТЭФ мы не знаем, но запрос к авторам, он, к сожалению, не позволил нам подготовить прямое сопоставление их предсказания и наших данных. Последняя глава, соответственно, относится к среднему поперечному моменту в зависимости от множественности. Данные величины исследовались СМС-коллаборацией и представлены на левом рисунке. Опять же, мы подчеркиваем, что это правильная шкала, так как энергетическая шкала числа множественности зависит от энергии, и поэтому сравнить представленные результаты невозможно, а тем более невозможно правильным образом построить отношения этих результатов. Значит, Атлас-коллаборация провела систематические исследования представленных результатов средней поперечного импульса в зависимости от множественности для перечисленных четырех энергий и двух выборок по ПТ. Это я показываю эти результаты, которые сравнивали с Монте-Карло предсказание систематически, и мы представляем впервые распределение ПТ в зависимости от Z, которая от переменной Z, не зависящей от энергии и от кинематической области фактически. И, следовательно, при таком сравнении мы можем не только показать сравнение правильным образом, но и построить отношения правильным образом. Мы видим, что при увеличении Z происходит рост поперечного импульса, среднего поперечного импульса. Также рост среднего поперечного импульса происходит при увеличении энергии. Данная кривая для 0,9 и точки для 13F. По отношению к 13F этот рост составляет 18% для 900 ГЭФ и 3% для 7,8. Распределение при энергии 7,8 ТЭФ в рамках погрешностей совпадают. Немножко более лучшая ситуация, ну, как лучше, то есть меньшее различие для ПТ больше 500. то есть мы видим 13% рост для 0,9 ТЭФ, совпадение, как и в предыдущем случае, для 7,8 и рост на 2,5% для по отношению к 13F. Данные кривые и результаты могут успешно использоваться в Монте-Корло тюнинге моделей для предсказания премьеровых энергий, в частности 13,6, которые будут измеряться. И, наконец, заключение. Мы провели правильное, корректное сравнение вероятности распределения событий от множественности частиц и среднего поперечного импульса частиц от множественности частиц, а также исследования КНО-скейлинга на АТЛАС, на результатах коллаборации АТЛАС для энергии от 0,9 до 13 ТЭФ в полном псевдобыстротном диапазоне 2,5. Для двух случаев, когда ПТ больше 100 и больше 500 менее жесткий процесс и более жесткий процесс Для вероятности их распределения в зависимости от Z видно одинаковый шейп со всеми теми наблюдениями, которые были более подробно сказаны в соответствующем слайде. Для КНО-скейлинга было измерено от 0,9 до 13 и видно нарушение КНО-скейлинга при увеличении энергии, при уменьшении энергии. Впервые представлены данные в мире, впервые в мире представлены данные КНО-скейлинга для 13 ТЭФ и проведено систематическое сравнение с этими асимпатическими результатами по энергии. обнаружено, что при сравнении 8-13 ТЭФ есть спред распределения соответствует плюс 8 процентов к минус 15 процентов но минус 15 это с учетом дифракционных событий для малых значений Z меньше двух и лучше более четкое совпадение или четкое выполнение КНО-скейлинга для ПТ больше 500. Также проведено исследование ПТ среднего ПТ в зависимости от КНО-переменной где показано, что форма этих распределений подобна и растет увеличением энергии. Проведено математическое сравнение с данными полученные других LHC коллабораций CMS и ATLAS и результаты как мы думаем будут не только вкладом в исследования КНО-скейлинга но также будут полезны для Монте-Карло тюнинга. спасибо за внимание. Спасибо Юрий Александрович за доклад. Такой вопрос вот эта работа она в группах ATLAS или ATLAS CMS докладывалась какой ее статус? Эта работа сделана вне зависимости от коллабораций поэтому мы не докладываем эту работу в коллаборации. Эта работа обсуждалась с нашими коллегами из коллаборации они дали ей высокую оценку. Ну а насчет публикации то есть вы же должны получить какое-то разрешение от коллаборации на публикацию? Нет. Эта работа основана на данном списке опубликованных коллабораций статей. Вот этот список. Все результаты которые мы использовались в данной работе опубликованы коллаборацией. Мы не должны просить разрешения у коллаборации. Это не коллаборационная работа. Понятно. И сколько будет у вас авторов работы интересной? У нас будет два соавтора работы которые указаны на первом рисунке. Ну на данный момент может. Вот. Мы обсудили эту работу вот два соавтора. Коллаборация не имеет отношения к данному анализу. Так. Вопрос пожалуйста к Юрию Александровичу. Вот Николай. Да. Николай Артемьевич первую руку поднял. Да. Сейчас. Да. Слышно меня коллеги? Слышно. Да. Хорошо. Юрий Александрович вот ну КНС Келлинг действительно очень давно придуман. 50 лет я лично какие-то до ЛХС видел работы последние с таким названием похожим лет 40 назад. Вот КНС Келлинг по моим представлениям это ну такое эмпирическое наблюдение. да. Вот она описывает некие распределения нормированные по множественным довольно простом виде. Но как бы такого глубокого теоретического обоснования под ним нету если я правильно понимаю. А вот теперь ну хорошо померенные множественности для разных там диапазонов ПТ там ну всего в Атласе в СМС и так далее. И заключительная фраза в выводах была что вот это вот даст возможность ну каким-то образом улучшить скажем так генераторы да или что-то в этом духе. При этом ну распределение по множеству из которых все это получается ну они известны опубликованы и так далее. А вот соблюдается КНО скеллинг или нет мне кажется это не так уж важно в данном случае потому что он какого-то фундаментального источника то не имеет. Я правильно понимаю или нет? то есть есть те работы в которых теоретики сделали фундаментальное предсказание которое показывает что некая функция является универсальной независимой от энергии. Вот действительно в коллаборациях померены распределения для разных энергий но эти распределения не сопоставлялись между собой и не была попытка ну во всяком случае в атласе найти универсальность этой функции. Вот в нашей работе мы показываем что при энергиях 8-13 ТЭФ можно считать в рамках погрешности что эта функция действительно является универсальной. ну и это наше заключение я понимаю и какой же из этого следует как говорится вывод ну в той или иной степени универсальная функция работает ну я понимаю то есть какой вывод какая польза будет от этого делается вывод что кайно ну нами делается вывод что есть тенденция к выполнению кайно скейлинга при супервысоких энергиях ну осторожный вывод так я могу сказать что в рамках погрешности кайно скейлинг выполняется то есть достигнута та идея оправдания тут доказательства того предположения которое было действительно высказано 50 лет назад теоретическое ну обоснование формула которая здесь проведена это просто пересчет то есть мы вводим ну то есть функция psi кайно функция независимая она это есть лишь умножение функции вероятности на среднюю множественность есть и другая применение этого подхода она заключается в том что z переменная то есть нормированная на среднюю множественность является универсальной переменной независимая от кинематической области от энергии именно в этих z переменных мы наверное можем сравнивать результаты полученные в коллаборациях alice cms atlas либо при разных кинематических областях коллаборации atlas например как мы это и произвели вот для анализа базенштейн параметров другой переменной которая позволяет нам сравнивать я не знаю ну хорошо спасибо пожалуйста спасибо вот геннадий иванович руку поднял юрий у меня значит такой вопрос ну хорошо вы нашли что при 900 г нарушается кинематической опробовали сравнивать с данными icr меньших энергий у меня почему возникает вопрос потому что когда возник возникла вот эта идея кинематической то этих энергий lhc не было ибо при энергиях icr и меньше там все-таки наблюдался кинематической вы утверждаете что при энергиях меньше lhc но меньше 8 вот он сильно нарушается а при еще меньших энергиях он еще сильнее нарушается и как и как понять ваше утверждение как его совместить со старым утверждением что кинематической выполнялся при всех энергиях вплоть до lhc когда lhc не было еще значит что мы утверждаем мы в данном статье и в данном докладе оперируем с данными полученных в экспериментах на большом адронном колледже то есть с теми энергиями которые были асимпатическими для вот тех экспериментов о которых вы говорите значит что касается того что кайно скейлинг выполнялся все зависит от тех погрешностей с точными с которыми измеренный экспериментальный результат например валис коллаборации в этой статье также утверждается что выполняется кайно скейлинг но в следующей статье это утверждение снимается как вы видите здесь нет выполнения кайно скейлинга между 236 и 900 г ну на сколько и 0,9 на сколько процентов на сколько на 50 процентов в хвосте вот 50 процентов здесь ну в нашем исследовании мы доходим грубо говоря до 5 процентов разницы но здесь там 20 процентов видно и там они не очень волнуются об этом в области хвоста распределения 50 процентов вот данные при более низких энергий например уа 5 коллаборация 0,2,9 они здесь представлены но коллаборация алис не представлено отношения этих данных видно что в рамках погрешности тех коллабораций можно говорить о выполнении кайно-скейлингов в центральной области по псевдобестроте силу того что измерения были неточными мы приводим прекрасные данные коллаборации атлас с очень точными измерениями точность которых увеличивается или улучшается с увеличением энергии поэтому можем исследовать данные 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 предсказания ну вот с теми точностями которые мы представляем как вы видите здесь если смотреть на погрешности при 8 телах то разница грубо говоря в 2 погрешности с 13 телами при энергии хсер вы не смотрели да ну у нас не было такой задачи провести обзор мой вопрос заключался вот в чем почему утверждение до появления лэси коллайдера было утверждение что лэси выполняется на этот вопрос нарушается вот начинается энергия лэси он не нарушается не нарушается геннадий если вы если вы не верите коллаборации атлас то пожалуйста это коллаборация cms 900 гэф то есть 0.9 тэф и 7 тэф распределение в той же самой области как и мы почти 2.4 меньше 2.4 по модулю и видно то же самое поведение и видно так же самое невыполнение при уменьшении энергии в то время как для центральной области ситуация может быть лучше в атлас коллаборации нет измерений в центральной области поэтому мы представили те результаты которые опубликованы атлас коллаборации для тех значений кинематических областей которые использовала атлас коллаборация понятно спасибо большое вам спасибо за вопрос спасибо еще вопросы Юрий Александрович не вижу вопрос ладно тогда спасибо Юрий Александрович за доклад и всем за участие в семинаре и здоровья всем спасибо большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok